ВОЛЬБОЛИСТВА 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 МЫ ПРАЗДИТЕМИ ОТЫГРАЛИ ЖАЛКО, С одной стороны, здорово, что так много команд заявилось, а с другой стороны жалко, что так мало удалось поиграть Ожидание, как говорится, веселье, праздника, собственно говоря, для этого и пришли Всей семьей? Ну да, вот, у меня Ярослав, и еще супруга со старшей дочкой Будете участвовать? Ну, у нас команда наша прайдовская участвует, уже играют наши ребята Каком атмосфере нашего праздника тоже не мешает? Да, в принципе, нет. Танцы нас прекрасно согревают. Любители спорта в субботу пришли на пляж Елагина-Острова, чтобы своими глазами увидеть игроков «Зенита». Болельщики очень тепло приели. Это очень приятно. И это очень дорого. И это надо ценить, что я, собственно, это и делаю. Пока прям таких, что отношений болельщиков ко мне прям такого как бы не было. Но сейчас начнутся скоро первые игры. И после них мы посмотрим, как они отреагируют на мое появление в данном клубе. Волейбол уже командный вид спорта. То есть отдать всего себя ради достижения цели именно команды. И самые высокие цели. То есть прям я не могу гарантировать, что мы будем первые везде. Но стараться это, если это будет получаться, это будет самая важная победа для этого клуба. И для меня в том числе. Физическое состояние намного лучше. Да, оно тут опять же зависит от того, кто чем занимался в отпуске. Чем ты? Ну, в этом отпуске чем я занимался. Я в пляжку только играл. Поэтому я особо в стонусе не выходил. Но когда классический мяч взял, уже это совсем как заново началось. А по физически себя намного лучше чувствую, чем прошлый сезон. Зенитовская группа поддержки устроила танцевальное шоу с конкурсами и мастер-классами. Попотеть пришлось не только любителям волейбола, но и профессионалам. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пришедшие на фестиваль смогли научиться движениям латиноамериканских танцев и хип-хопа. Продемонстрировали их лучшие петербургские преподаватели. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Очень крутое мероприятие, очень классно, что соединяются спорт и танцы. Это прямо очень круто. Танцоры всегда могут поддержать любое спортивное мероприятие. Мы очень любим танцевать. Это же публика, люди смотрят на спорт. Если не надоело смотреть на спорт или перерыв какой-то, людям некуда деваться, они хотят посмотреть что-то еще. Мы с удовольствием покажем наш стилечек. И как-то раскачаем публику, разогреем народ. Это очень круто, что такое делается. И что можно объединять такие мероприятия. Спасибо вам огромное. То есть хип-хоп, спорт, танцы и спорт – это лучшее сочетание? Вообще любые танцы. Не только хип-хоп, все, что угодно. Любые танцевальные движения и спорт – это очень смежные мероприятия. Есть даже танцевальное направление, брейкинг, которое сейчас в Олимпийских играх. Поэтому куда ближе-то? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Танцевать никогда не мешает погоде. Играть в волейбол, я думаю, тоже можно при любой погоде. Тем более сейчас уже есть зимний волейбол. Я знаю, я слежу иногда. Вообще круто. Спасибо, что пригласили. Классное мероприятие. Я бы сам даже поиграл в волейбол, потому что увлекался им когда-то. В молодости. В молодости было дело. В молодости давно уже, да? Ну, лет 10 назад. Для всех любителей и мастеров были организованы мастер-классы от экс-первого номера мирового рейтинга по пляжному волейболу Игоря Каладинского и других игроков петербургской команды. Мне очень нравятся подобные мероприятия. То, что игроки и команда могут находиться поближе с болельщиками, которые могут, грубо говоря, пощупать, порасспрашивать, потому что в сезоне у нас, к сожалению, не так много времени и возможности уделить болельщикам и всем любителям волейбола внимание. Если бы в межсезонье, опять же, поменялся один-два игрока, то в основном костяк бы сохранился и проблем бы особых не было. Но здесь же придется нам все-таки через «не хочу», через «не могу» наверстывать это все уже в процессе, уже после начала чемпионата. Но я думаю, все мы взрослые люди, все мы профессионалы своего дела. Мы должны будем, и я думаю, что мы сможем в максимально короткие сроки наладить все взаимодействия. Десятки конкурсов, сотни призов от «Зенита» и Оргкомитета чемпионата мира по волейболу 2022. А победители выиграли абонементы на новый сезон и мячи с автографами игроков сборной России и «Зенита». Ежегодном турнире по волейболу приняли участие и любители, и те, кто с волейболом давно на «ты». Зрители в это время наслаждались игрой волейболисток-моделей и галломатчем с участием игроков «Зенита». Все желающие могли угоститься попкорном, сахарной ватой и мороженым сине-бело-голубой расцветки. А самых юных гостей фестиваля развлекали сказочные и киношные персонажи. Особое внимание было уделено соблюдению эпидемиологических требований Роспотребнадзора. Все мячи обрабатывались антисептическим раствором и протирались практически после каждого розыгрыша. Праздник волейбола «Зенитя» совпал с проведением Всероссийского дня дворового спорта. По мнению представителей городского спорткомитета, оба праздника необходимы, ведь они помогают всем участникам почувствовать командный дух. Я глубоко убежден, что спорт начинается во дворе, и дворы должны быть доступны, оборудованы, чтобы во дворе можно было играть. И жители двора, они должны терпимо относиться к этим шумам, к разбитым стеклам. Это нормально, это должна быть часть нашей жизни. И плохо, плохо, когда во дворе тихо. Это значит, ваш двор мертвый. Это что касается двора. А что касается таких турниров, объединенных, безусловно, ведь процесс воспитания, воспитания спортсмена, он, безусловно, проходит на примере. И в моей спортивной жизни я всегда брал пример с тех профессионалов, из тех спортсменов, которые были рядом. Это касается всех видов спорта. И вот волейбол, то, что происходит, и то, что у нас есть замечательный клуб, есть прекрасные традиции. И самое важное, что те дети, которым будет нравиться волейбол, у них есть перспектива попасть в команду мастеров, а это дальнейшая жизнь, это работа. Да, это очень здорово, что есть у нас вся пирамида подготовки спортсменов. Спортивный праздник также был приурочен к Чемпионату мира 2022 по волейболу. 26 августа ровно за 365 дней до начала соревнований запустят обратный отсчет часов на Большой морской улице. В этот же день, только в 2022 году, в Людовом дворце состоится матч открытия Чемпионата мира. ВОЛЕБОЛЬНОГО ТУРНИРА ВОЛЕБОЛЬНОГО ТУРНИРА Технического университета, получившая не только кубки и медали, но и призы от партнеров мероприятия. Ожидали перед началом турнира, что удастся победить? Именно победить, скорее, нет. У нас план был именно бороться за призовые места, но мы видели заявку и знали многих игроков, и знали, что они достаточно сильные, и с ними будет интересная борьба, а там уже от случая к случаю. Я считаю, что это, наверное, самый хороший формат, потому что могут сейчас, как любители, так и люди с каким-то уже более серьезным опытом. Давно практикуем такой формат, я бы сказал, в последнее время только не играем, а так часто. Играли это прикольно, потому что там можно как бы и долгие розыгрыши есть, и падать не больно. Но не везде есть. И ошибок меньше, именно там второй передачи не судят, и касание первое, второе, третье. Это очень удобно в любительском волейболе. Редактор субтитров А.Семкин